Открытый диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте. Я приветствую вас. Я слушаю тебя слушатели. Да. У нас сегодня несколько тем, и, как я понимаю, не очень большие темы, не так, как прежде. Поэтому у наших радиослушателей будет возможность позвонить, задать вопрос по каждой из обсуждаемых тем. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. А начнем мы с новой политики в отношении палестинских арабов. Да. К сожалению, действительно, как мы и говорили много раз перед тем, еще накануне выборов, что администрация Байдена, если такая случится, не дай бог, она будет просто последовательно делать все наоборот тому, что делала администрация президента Дональда Трампа. И мы видим, что это же происходит и в отношениях Америки, США, администрации американской, с террористической структурой, с управлением руководством палестинской автономии. Я хочу напомнить, что в 2018 году президент Дональд Трамп утвердил, принятый до этого Конгрессом США, разумеется, закон, или его называют еще акт, имени Тейлора Форса. Он был назван в честь американского студента, который погиб в 2016 году в результате теракта в Явле. И этот закон говорил следующую вещь, что США помогают палестинским арабам и передают им огромные суммы в качестве помощи. Но они будут вычитать из этих сумм размеры тех выплат и всевозможных пособий, которые власти автономии начисляют террористам или их семьям. Я объясню, о чем идет речь. В автономии существует такой замечательный, замечательный, конечно, в кавычках, порядок, что если какой-то террорист устроил теракт, убил евреев, и он попал, допустим, в израильскую тюрьму, то он получает от автономии пособие за свой героический подвиг. И, по сути дела, чем больше крови он пролил, чем больше людей он убил, тем больше пособия. И для закореневых преступников, на чьих руках действительно много крови, суммы становятся просто даже большими не по масштабам автономии, где, как вы понимаете, бедность и цены невысокие, но и даже, так сказать, для израиля или США. Речь идет о тысячах долларов в месяц, которые получают вот эти самые террористы с большой кровью на руках. Если же его пристрелили во время теракта или он взорвался, то получают эти деньги его ближайшие рубцы. И, в целом, палестинская автономия тратит на вот эти выплаты порядка 300 миллионов долларов в год. И, как я уже сказал, в 2018 году американское правительство приняло решение, если вы выплачиваете 300 миллионов долларов в год, то мы из тех денег, которые мы решаем вам дать на какие-то хорошие проекты, вычитаем эти 300 миллионов долларов. Потому что с какого перепуга мы, Американские налогоплательщики, должны платить за кровь, за то, что вы будете оплачивать, так сказать, пенсии, пособия тем, кто убивал евреев. Но это было при администрации президента Трампа. С новой администрацией все по-другому. Закон Теверафорса отменить нельзя. И он эффективно предотвращает перевод средствам американских налогоплательщиков в главе Ромальской ОПГ. Но, похоже, в новой администрации нашли способ обойти этот церковь. По сообщениям СМИ, около 150 миллионов долларов должны быть переведены администрации Байдена в палестинскую автономию через УНРА. Вот это самое печально знаменитое Ближневосточное агентство по делам беженцев, созданное, по сути дела, для увековечивания проблем арабских беженцев с территории Израиля и прославившие свои коррумпированности и ангажированности. Почему созданное для увековечивания проблем, я говорю, потому что, по сути дела, в 1948 году, когда возник Израиль, и потом в последующие ещё, до 1967 года, во время шестидневной войны, в целом мы говорим о большом количестве арабов, речь идёт о сотнях тысяч арабов, может быть, меньше, это вопрос спекулятивный очень, которые ушли с территории Израиля, но при этом из территории арабских стран ушло порядка миллиона евреев. Это были евреи арабских стран, это были евреи стран Востока, которые были изгнаны из своих домов, они приехали в Израиль, и, в общем-то, все эти люди тоже были беженцами, беженцами 1948 года, но Израиль принял их и сделал так, что уже в следующем поколении они перестали быть беженцами, они стали полноправными гражданами, собственно, они и сразу были полноправными гражданами, но, как бы, потеряв всё, они, в общем-то, построили свою жизнь заново в Израиле. Что же сделали арабские страны? Тех арабов, которые бежали из территории, где возникло государство Израиль, они их как бы увековечили в статусе беженцев, и сделали это, разумеется, за счёт вот этой организации УНРА, которая засчитывает беженцами даже четвёртое поколение людей, то есть четыре поколения. И так, к слову сказать, это абсолютно отличается от всех других беженцев. Беженцы ведь бывают не только с территории Израиля, Ближнего Востока. И критерии того, кто является беженцем, очень простые. Человек жил в каком-то месте больше нескольких десятков лет, потом он был вынужден из каких-то политических коллизий бежать в другое место, он является беженцем. Ни его дети, ни его внуки, тем более, ни тем более его правду. И жить он должен был на том месте, откуда он убежал, по крайней мере, если не ошибаюсь, по-моему, 30 лет. Для арабов, которые бежали с территории Израиля, сделали другую цифру — два года, как минимум два года. Почему? Потому что огромное количество этих самых арабов, которые потом стали беженцами из Израиля, они сами пришли где-то в 1946 году на территорию будущего государства Израиль, как сезонные рабочие, приглашённые и призванные Британской империей, которая тогда управляла этой территорией. Ну и уж, конечно, даже… Ох, окей, пусть бы они даже уже были беженцами, но сегодня беженцами считается и четвёртое поколение, в некоторых случаях пятое, то есть оно как бы пожизненно становится беженцами. И понятно, что вокруг этого крутятся огромные деньги, деньги, к слову сказать, американских налогоплательщиков. И в отличие от Израиля, который своих беженцев как бы превратил в нормальных граждан, и, в общем-то, всё забылось, уже нет никаких беженцев нищих, и босых, и голодных. Унра по-прежнему как бы крутит огромными деньгами и совершенно не заинтересована в том, чтобы потомки этих самых беженцев из Израиля как-то встали на ноги и организовали свой быт, и забыли о том, что они потеряли какие-то свои, так сказать, сбережения или свою недвижимость, потому что в таком случае не будет поступать деньги в Унру. И чиновники, которые распределяют деньги, вы же понимаете, они их распределяют, но, видимо, что-то там как бы не всё распределяется до конца. И с этого живёт огромное количество чиновников Унра. Как и прочие агентства паразитические, которые надёжно присосались к бюджету США, к бюджету фактически американских налогоплательщиков, Унра пережила четыре очень голодных года при Трампе, но сейчас, похоже, жизнь там налаживается. И, конечно, можно только догадываться, какое количество денег, переведённых США, Унри для палестинской автономии в обход закона от Эйлора Форса, прилипнет к рукам чиновников. А может быть, всё и даже проще, потому что мы ведь помним, и мы читали об этом, как, так сказать, устроены были эти знаменитые схемы оказания американской помощи Украине, где шли откаты большому парню. Я не знаю, как бы все знают, кто был этот большой парень, по некоторой, так сказать, по удивительному совпадению, отец вот этого самого человека по имени Хантер Байкер. Так вот, очень может быть, что вся эта организация, как бы с перебносом большого количества миллионов долларов из американских налогоплательщиков в автономию, это даже не столько пакость Израилю, сколько новая схема для того, чтобы у большого парня появилось больше денег. Хотя уже что там, человеку глубоко больному, Паркинсоном или Альцгеймерами, ими обоими вместе, что уже там ему можно, ну должно, нужно. Но в любом случае республиканцы в Конгрессе пока сумели приостановить, по крайней мере, часть перевода этих денег, выделение 75 миллионов долларов, которые должны были пройти через агентство американское по международному развитию, так называемое USAID. 26 марта агентство USAID направило в Конгресс описание программы, то есть оно описало, что оно собирается как бы сделать хорошего для палестинской автономии на сумму около 75 миллионов долларов. И это все должно было начать крутиться где-то через 15 дней после получения уведомлений. И тут сенатор Джим Риш из штата Айдафо и член Палаты представителей Майкл Макко из штата Техас, оба республиканцы, конечно, использовали свои должности один высокопоставленный представитель комитета международным отношениям с Сенатом, а другой глава Республиканского комитета Палаты представителей по иностранным делам. И чисто как бы бюрократически они остановили уведомление USAID о восстановлении финансирования идущих комитетов. Это означает, что помощь не начнется 10 апреля, как планировалось, то есть вот уже завтра. Но это на самом деле не то, что они совсем предотвратили. Они просто затянули. Ну хоть что-то, что называется. И, конечно, затянули они не из вредности, чтобы напортить на пакости администрации Байкл. Нет, у них есть очень серьезная аргументация. Дело в том, что, вообще говоря, о чем идет речь? Программа USAID для палестинских арабов включает развитие инфраструктуры. То есть дороги, тротуары, канализация. Все это правильно, хорошо. Вот они бедные и несчастные, у них денег нету. Давайте им дадим деньги на развитие дорог. Это все замечательно. Подготовка к чрезвычайным ситуациям. Ну вдруг, например, там, я не знаю, тайфун. Правда, в Иудее и Самаре не бывает тайфунов. Но также там, конечно, есть программы по, слушаем, читаем внимательно, я цитирую, адаптация к изменению климата. Адаптация к изменению климата. Ну как же без этого, да? Портрет Греты Тунберг, видимо, напечатать в миллионных экземплярах. И вообще, так сказать, что-то такое, общие общественные инициативы и создание безопасных мест для участия в общественных инициативах. Короче говоря, я так понимаю, что вот помимо развития инфраструктур, все остальное, это просто обычный распил, который, может быть, до автономии им не дойдет даже. Но в любом случае в среду Госдепартамент объявил о финансовом пакете в размере 290 миллионов долларов уже для палестинских арабов, в том числе в сфере безопасности и гуманитарной помощи, через финансирование УНРы, как я уже сказал. И вскоре после этого объявления Раш и МакКол, сенатор и председатель Палаты представителей, республиканцы заявили, что возобновление помощи автономии без уступок со стороны ее администрации. Подрывает интересы США. Почему? И вот что они пишут, я цитирую. «Палестинская автономия ежегодно тратит миллионы, на самом деле мы знаем, 300 миллионов долларов, на компенсации террористам, в то время как международное сообщество платит за благополучие жителей», написали они. «В недавнем отчете счетной палаты правительства справедливо содержится призыв усилить надзор за помощью палестинским арабам для обеспечения соблюдения антитеррористической политики». И администрация Байдена, говорят эти, сенатор и конгрессмен, должна использовать все доступные ей рычаги, чтобы добиться от автономии изменений в поведении, включая непрекращение выплат террористам. То есть они говорят, мы не то, что просто хотим навредить палестинским арабам, лишить их денег американских налогоплательщиков. Что на самом деле вообще большой вопрос, почему американские налогоплательщики должны оплачивать этих самых палестинских араб. Но нет, они говорят, давайте хотя бы сделаем так, чтобы те деньги, которые мы туда направляем, чтобы они шли не на компенсации террористам. И, собственно, об этом и закон Тейлора Форса. Они просто его возвращают и как бы не дают Байдену обойти этот закон через какие-то промежуточные, прокладочные какие-то организации типа УМН. И добавляют они чтобы обеспечить действия правительства по обновлению помощи и не нарушению соблюдения закона Тейлора Форса. Мы должны как бы внимательно отслеживать, что там происходит, куда эти деньги идут, на что, на какие программы. При этом они достают документы и вот этот самый отчёт, который они цитируют, счётные палаты правительства. И говорят, смотрите, вот 19 марта честно написано в этом отчёте, что USAID, то есть вот это агентство международное американское, которое как бы переводит деньги на всякие хорошие проекты, оно не всегда могло гарантировать, что её гранты, предоставленные в период с 15 по 19 годы, не доходили до террористов и террористических групп. И поэтому им рекомендовали удостовериваться, что у основных получателей грантов есть процедура, обеспечивающая соблюдение требований, прежде чем выдавать эти гранты и своевременные проверки проводить. Ну, то есть, на самом деле, вещь-то элементарная, просто это даже смешно, что, ну, какие там могут быть проверки в автономии. То есть, они будут Аббасу спрашивать, ты ведь не передаёшь деньги террористу? Нет, будет говорить Аббас. Но на самом деле, он даже этого и не говорит. Он говорит, конечно, передаю, потому что он этим гордится. И они хотят, эти республиканцы, чтобы, по крайней мере, люди, которые получают деньги американские, чтобы они хотя бы написали документ, обязались, чтобы они эти деньги, не будут террористам передавать. Даже этого пока не происходит. И вот, в четверг, 18 сенаторов-республиканцев подписали письмо, инициированное сенатором Тедом Крузом из Техаса, в котором содержится призыв к администрации Байдена приостановить новые программы USA, до тех пор, та не выполнит рекомендации по обеспечению контроля за грантами, чтобы те не поступали террористам. Они говорят, Байден должен разъяснить Конгрессу, насколько эта помощь соответствует закону, Тейлора Форса. И как администрация Байдена толкует этот закон и устанавливает, что помощь палестинским арабам строго нацелена на то, чтобы она приносила пользу людям, а не террористам или Хамас. И вот здесь, дальше в этом письме написана совершенно страшная вещь. Страшная, в первую очередь, для американского общества. С 1993 года правительство США предоставило палестинским арабам более 6,3 миллиарда долларов. Я ещё раз скажу, 6,3 миллиарда долларов денег американских налогоплательщиков ушло в палестинскую автономию. Да на эти деньги палестинская автономия же крошечная совсем. Там они могли просто каждому жителю построить дворец с бассейном и подогревом с бассейном и ферму, я не знаю, что ещё, и засадить всё садами. Где все эти деньги? Где деньги только те, которые передала Америка? И всё это было сделано для того, чтобы повысить способность палестинских арабов построить свою как бы государственность, чтобы перестать быть нищими и чтобы изолировать их от террора и отделить его от террора, говорится в письме. Но если судить по степени достижения этих целей, американские программы не только провалились, но и оказались контрпродуктивными, поскольку деньги способствовали подстрекательству к террору и переходили напрямую к террористам. То есть те деньги, которые американские многоплательщики отдавали через администрации до Трампа и сейчас в автономию, эти деньги не только не шли на то, чтобы сделать жизнь этих арабов иудеи и самареи лучше, нет, они шли на подстрекательство и на прямой террор. 6,3 миллиарда долларов американских денег. И это всё остановил Трамп, это всё сейчас возобновляет Байден, и республиканцы пытаются это как-то затормозить, но мы понимаем, что не имея большинства в Конгрессе и в Сенате, они, конечно, затормозить не смогут, они смогут только приостановить на какое-то время и, по крайней мере, привлечь общественное внимание. Настолько, насколько вообще сегодня в США существует свободная пресса, которая будет об этом говорить. Сергей. Да. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы по этой теме, можете позвонить, задать, а мы попробуем перейти к следующей теме. Есть ли что-то общее между правительством в отношении Ирана, я имею в виду правительство Израиля и новая администрация США, есть ли общий подход или наоборот существуют глубокие противоречия. Давайте принимем сначала звонок, а потом, если будет возможность, вернемся к этой теме. Добрый день. Алло. Слушаем вас. Я хотел спросить, вот у вас сейчас кто-то говорит, он по-русски говорит или он что-то торопит, непонятно, кто он и что он, о чем он говорит. Откуда он? А вы уверены, что вы слушаете наше радио? Александр Непомнящий из Израиля. А, это Непомнящий, да? Я знаю фамилию, все. Но почему он так быстро говорит, что непонятно ни одного слова? Я просто совет даю, я не жалуюсь ничего, я просто даю совет. Извините меня, если это плохой совет. Все, будьте здоровы. Понятно. Не знаю, мне показалось все нормальным. Окей. Ну, идем дальше. Итак, политика в отношении угроз Ирана. Сергей, я смотрю, что у нас досталось порядка пяти минут до перерыва. Может быть, мы сделаем перерыв и потом продолжим. Давайте, давайте, чтобы не разбивать тему, потому что она требует тоже внимания. Давайте так и сделаем, давайте тогда мы сейчас остановимся, сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. А, кстати, вы знаете, что мы перерыв сейчас делать, наверное, не будем. Мы дадим возможность нашим радиослушателям задать вопросы. Вот, что мы будем делать. Добрый день. Пожалуйста, Сережа, Алексей, Александр, Александр, сори. Вот, у нас Соединенных Штатов, штаты, где по команде, по раду, командует демократы, население, к сожалению, убегает, и они переселяются в республиканские штаты, и среди них немало американских евреев, которые традиционно голосуют за демократов, и традиционно поддерживают антиизаальскую политику демократов. Вот, и они переселяются в республиканские штаты, помогают демократам там выигрывать, потому что они по-прежнему остаются и демократами. И так сложится, что уже дальше будет убегать им некуда. Европа их не принимает, Россия там не заманит виноградой, а вот и зоры скоро устремлятся в ваш Израиль. Скажите, пожалуйста, вот примут ли израильтяне, зная о том, что они же могут как бы навредить, как они вредят у нас в Соединенных Штатах, и почему вот если они примут, то зачем это им нужно? Спасибо. Ну, во-первых, отвечая на ваш вопрос, я скажу так, примут. Примут, потому что в Израиле существует закон о том, что евреи по всему миру обладают правом приехать в Израиль и получить гражданство. Есть, разумеется, вещи, которые лишают еврея возможности получить гражданство, это, как правило, касается вопросов уголовных. То есть уголовник не может спастись в Израиль, избежать от правосудия из другой страны и получить гражданство Израиля и быть защищённым гражданством Израиля. Есть, например, ещё такой момент. Если еврей перешёл в другую веру, то он право получить гражданство автоматически лишается. То есть не то, что ему не могут дать гражданство, если, например, он будет приглашён в Израиль как какой-нибудь важный человек, обладающий специальной профессией, или он женится или выходит замуж за гражданина Израиля, и он получает гражданство. Но если еврей не как бы сохранил свою веру, перешёл в другую религию и хочет получить вот это право, воспользоваться правом на возвращение, то он этого права лишается. Когда мы говорим о ваших, кстати, американских евреях, левых, то действительно я очень хорошо понимаю ваш вопрос. Это действительно большая проблема, и я думаю, что мы с ней столкнёмся в самом ближайшем будущем. Но, по крайней мере, сегодня нет никаких инструментов, позволяющих отделять желающих получить гражданство по политическим взглядам или каким-то другим критериям. Поэтому, если они захотят жить в Израиле, то они приедут и получат гражданство. Другое дело, что, может быть, если действительно приедут и станут жить в Израиле, то если не они, то, по крайней мере, их дети всё-таки изменятся. И мы всегда на это надеемся. Мы вообще вам скажу, знаете, страна Израиля — это такая страна, я говорю даже не о государстве Израиля, а о стране Израиля. Это такое достаточно мистическое место. И у меня есть ощущение, что она сама решает, кого оставить у себя, кого изгнать. То есть, бывает, что приезжают люди со всеми еврейскими печатями, какие только нужно. То есть, евреи до 20-го колена. Они не приживаются в Израиле, им там плохо, всё плохо. Вот что не подвернётся, всё плохо. Они уезжают из страны. А бывает, что приезжает человек, который, в общем, не был у него никакой особой еврейской идентификации. Может быть, и крови особой еврейской даже не было. Ну, так получилось, попал с семьёй, с другом, ну, занесло его. И вот он вдруг оказывается таким, так привязывается к этой стране, и всё у него хорошо идёт. То есть, как будто сама страна решает, кого оставить, кого прогнать. Мы получим порцию левых, закрученных, прогрессивных, проснувшихся, как они себя называют, американских евреев. И мы это переживём, как пережили до этого разные другие волны еврейских возвращенцев. Сергей. Давайте мы всё-таки сделаем перерыв, после чего вернёмся, продолжим, обязательно примем звонки. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Как я обещал, мы обещали принять звонки. Давайте примем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Вы знаете, как вы красиво рассказали про помощь, которую Соединённые Штаты на протяжении стольких лет оказывают арабам на ваших территориях. Это вообще получается, если так посмотреть, это получается, что американское правительство как бы поощряет терроризм, потому что эти деньги идут на пособия семьям, которые послали своих сыновей или дочерей, чтобы убивать евреев. К сожалению, так оно и получается. И только у одного человека, у президента Траппа, нашлись, как говорят, гадсы у него, чтобы это прекратить временно. Но будет всё повторяться. Вы знаете, позвонивший там в прошлом, сказал насчёт тех, кто к вам могут приехать, левые, правые, ну не важно. И вот я читаю буквально пару лет назад, что ваш профессор математики, Адет Гольдрак, который является профессором, он не получит, богатся это лишил, он не получит премию Израиля, потому что он ярый, как я понимаю, антиизраиль, антисионист и так далее, и так далее. Поэтому вам ждать кого-то ещё таких, как он, у вас своих таких достаточно. Вот. Большое спасибо за программу, и это, знаете, приятная новость, это было, то есть, это об этом мне сказали, кажется, и вам, и мне, или кому-то, что в Дубае будет проходить церемония памяти жертв Холокоста, ну, что сказать, тут просто нечего, это просто приятно и почётно для вас и для нас тоже. Спасибо большое, послушаю вас по пути. Спасибо. Спасибо, да, я только дополню, что действительно вот так отличается мир, который был создан благодаря президенту Трампу и Натанияу от мира, который заключали раньше. В странах, с которыми мы заключали раньше мир, будь то Египет или Иордания, не только не происходит никаких дней поминовения и, так сказать, солидарности с погибшими израильтянами, но мир этот можно назвать миром только очень условно, это холодный мир. То, что происходит сейчас в Дубае, то, что происходит в Эмиратах вообще и в Бахрейне, это горячий мир, это мир с туристами, мир с огромными многомиллионными сделками, которые приносят выгоду обеим сторонам. И в том числе, да, они проводили впервые в истории, они проводили День памяти и поминовения евреев погибших в катастрофе, они устроили на своей территории такие вот мероприятия, как дань, что ли, дружбы и того, что мы сейчас являемся союзниками и друзьями. Действительно, это исторически еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте. Вы тут вспомнили, как становятся гражданами Израиля или кого принимает Израиль. Так вот, получается, каждый, кто хочет называть себя евреем, сам евреем или это еще проблематично? Это сложный вопрос. Это сложный вопрос, я вам скажу как. Когда люди приезжают, скажем, из постсоветского пространства, они должны предоставить документы, которые подтверждают, что они являются или евреями, или потомками евреев, так сказать, хотя бы на четверть, то есть хотя бы, чтобы у них хоть дедушка был бы, хотя бы один дедушка был еврей. И эти документы как-то проверяются, разумеется, это не значит, что эти документы нельзя подделать. И приезжают сюда люди, и среди них есть много замечательных людей, которые становятся израильтянами в полном смысле этого слова, но также приезжает огромное количество людей, которые, ну хорошо, у него был дедушка еврей, настоящий, неподдельный, но никакой внутренней еврейской идентификации у него нет вообще. Он приезжает сюда, его начинают раздражать эти вот люди, которые ходят с пейсами, которые там что-то молятся себе, вот эти вот евреи религиозные. Вот он же привык, на самом деле, называть жидами, да, и они его просто бесят. И вот он говорит, и вот сюда приехал, и вот здесь они у меня, тут под боком. И возникает совершенно невозможная ситуация, при которой новые израильтяне, их достаточно немало сейчас в Израиле, они реально ненавидят всё, что связано с еврейскими, у них реально нет никакой связи с еврейскими, никакого ощущения. Но они граждане Израиля при этом. И это большая проблема сегодня в Израиле, и решения у него пока нет. То есть мы, так сказать, с болью и трудом находим какое-то решение. Опять же, можно сказать, что я надеюсь, когда-нибудь, так сказать, страна просто оставит тех, кто приживётся в ней и выбросит тех, кто не приживётся, но мы понимаем, что это, в общем-то, условности, абстракции. Что касается приезда западных стран, там вообще по-другому. Человек приезжает в Израиль на основании того, что ему местная еврейская община как бы пишет, что вот он, он часть этой общины. Но мы знаем сегодня, что из себя представляют многие реформистские, например, общины на территории Америки. То есть что там уже осталось от еврейского? Бармитцева, который не устраивает свои собаки? Или те письма против апартеида Израиля, которые они там яростно подписывают? Но, тем не менее, да, по документу от местного раввина или равинши, так сказать, человека, который называет себя раввином и который возглавляет эту конгрегацию, да, они могут получить документ о том, что они являются евреями и на этом основании получить гражданство. Да, к сожалению, это может быть. И снова, в конце концов, останутся только те, кто действительно будет связан с еврейской страной. Кто не будет с ней связан, он её останет. И я надеюсь, что как-то само всё разберётся. И ещё звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Окей, я задал вопрос, но ответ я не услышал. Только я продолжу. Дело в том, что где-то, может быть, месяц назад прилетел самолёт из Советского Союза, и там было несколько сот человек. И какой-то у вас, я не знаю, кто он, активист, журналист, или что, он объявил, что это люди, которые приехали только получить паспорт. Насколько это правда? И почему-то на вашей, как его называется, станции Израиль Тудей, или Туна, это как они, и вот там выступила большая группа людей, и все они говорили одно и то же, защиту. Они что-то напоминают, ну, Единую Россию. Как вы считаете, это правда, нет? Ну, сразу задают очень много вопросов, но давайте снова, если вы говорите об этой проблеме, да, в Израиле есть проблема, люди приезжают в Израиль, не имея никакой еврейской идентификации, иногда просто для того, чтобы получить израильский паспорт, потому что он открывает им двери сразу в огромное количество других стран, и они не остаются в Израиле, и просто обладают израильским гражданством, дальше живут где-то за пределами Израиля. Но это меньше есть проблем. Большая проблема, когда они, да, живут в Израиле, и, например, начинают голосовать, и они полные ненависти к всему еврейскому, говорят, нам надоели эти ваши ортодоксы, эти ваши горбоносые пархаты и жиды, которые тут везде ползают, они нас достают, и они голосуют за партию Либермана, которая требует, чтобы этих всех, как сказал Либерман перед выборами, взять всех религиозных евреев и на тачке в яму. Знаете, что такое на тачке в яму? Так свозили евреев в рвы, когда возле Бабьева Яра, например, меня убивали. Это говорит лидер израильской партии, у него, сколько у него сейчас там, шесть, семь мандатов у него. Семь мандатов проголосовали. Кто эти люди, которые проголосовали за человека, который говорит, взять религиозных евреев и сбросить в яму? Это вот те люди, которые приезжают сюда, получив израильское гражданство, но не имея ни малейшей идентификации еврейской и не чувствуя себя никаким образом связанными с людьми, сохраняющими еврейскую традицию. Вот так вот. Давайте все-таки перейдем, очевидно, к следующей теме. Это политика администрации Байдена в отношении Ирана. Попробуем, но я буду, я постараюсь говорить медленно, потому что я принял эту критику о том, что я говорил слишком быстро, стараюсь, может быть, успеть больше за наш короткий час. Так вот, на заканчивающейся на этой неделе кто-то в Красном море подорвал иранское разведывательное судно, которое делало вид там, что просто прогуливается по каналу напротив Йемена. Какие-то ловкие морские ниндзи прилепили мины прямо к борту. И после того, как это произошло, перепуганная администрация Байдена тут же громко сообщила, что это не мы, это не Америка. Хотя, в общем, никто и не собирался думать, что это Америка. А чуть позже придворный глашатай администрации Байдена Нью-Йорк Таймс протрубил, ссылаясь на официальный американский источник, что это, мол, дело рук израильтян, которые, мол, сами сообщили об этом американским партнерам. Иными словами, администрация Байдена, которая желает во что бы то ни стало, получить от иранского режима ничего не значащее обещание и снять в обмен санкции, которые были наложены Трампом, чтобы иранские аятолы снова пообещали, что они не будут делать, они будут хорошими, и они не будут делать бомбу. И за это сразу же снять все санкции и чтобы все было замечательно, как до Трампа. И вот в этой ситуации администрация Байдена очень боится рассердить аятол до такой степени, что готова, по сути дела, сдать своих союзников в регионе. На самом деле Израиль и США договорились о политике нулевой неожиданности. Что это значит? Американцы пообещали израильтянам, что они ничего не подпишут за спиной у Израиля, не проинформировав Израиль заранее. То есть Израиль же очень выступает против нового соглашения с Ираном. Он говорит, это соглашение это просто бумажка, вас разводят как лохов. Вам подпишут все, что угодно и выполнять ничего не будут. А вы за это, за эту бумажку, которая ничего не стоит, вы снимете санкции, вы обогатите этот режим и дадите ему возможность снова заниматься террором и войной и продвигать ракетную программу и готовить весь регион это переворачивать. Так вот, ну по крайней мере, если вы что-то будете подпишивать, предупредите нас. И вроде американская администрация обещала, да, мы предупредим. Но за это Израиль пообещал, что он не будет предпринимать никаких необычных операций без предварительной координации. Грубо говоря, если Израиль решит уничтожить иранский ядерный проект, он должен американцам до этого сказать, что он собирается это сделать. Но речь идет не только о таких глобальных вещах, как уничтожение иранских ядерных инфраструктур, а просто вот, допустим, ходит иранский корабль по Красному морю, это военный разведывательный корабль, который координирует ракетные удары к пути, кутов по Саудовской Аравии. И вот израильтяне, перед тем, как его уничтожить, вывести из строя, они американцам сказали, что сделали американцы, они тут же это передали, что это, вот, израильтяне это сделали. В чем здесь проблема? Израиль, конечно, обязан сообщать союзнику о подобных операциях. Но вряд ли стремится к публичности. И на самом деле к публичности стремится ни Израиль, ни Иран. Потому что в Тегеране, конечно же, знают, кто та единственная страна в регионе, да и вообще в мире, которая регулярно, в среднем раз в неделю, безнаказанно бомбит, взрывает и уничтожает военные иранские активы. Все знают, что это Израиль. Знают в Иране тоже, но молчат, потому что боятся, что если они начнут отвечать, то получат гораздо более серьезный ответ израильтян. То есть, по сути дела, они понимают, что их в каком-то смысле провоцируют. Им говорят так, вот мы вам сейчас отрубим это, уничтожим эту базу. А если вы начнете отвечать всей мощью, так сказать, своей военной, то уже такое получите, что больше потом не соберете всю свою инфраструктуру. Но это все до поры до времени, пока как бы в мире не объявлено, кто это сделал. Потому что Иран готов сносить удары и не отвечать Израилю, пока как бы официально никто не сказал, что это Израиль. Израиль тоже не говорит, что это он. Потому что когда это становится известно, когда за атакой, кто стоит за атакой и становится достоянием гласности, ситуация меняется кардинально. Ведь тогда Иран просто обязан ответить. Ну вы же понимаете, это не только между странами, это даже в обычных как бы человеческих отношениях. Если тебя кто-то ударил, то ты можешь смолчать, пока как бы неизвестно кто. Но ты же говоришь, ну я же не знаю, как пово я всех, что ли, буду бить. А когда тебе точно сказали, вот это он, то ты должен ответить, потому что иначе тебя уважать не перестанут. И вот когда администрация Байдена громко заявляет, как бы сливая через New York Times, что это Израиль, то по сути дела она вынуждает иранский режим ответить Израиль. Или как бы создаёт ситуацию, при которой Израиль не сможет дальше вести такие операции. А эти операции очень важны, потому что они уменьшают, как бы ослабляют иранскую агрессию во всём регионе. То есть иными словами администрация Байдена намеренно затравливает Иран на Израиль. Ну и в общем, как бы мы ничего другого от них и не ждём. Но здесь интересный момент вот какой, Сергей. Не исключено, что эта вся история, которая произошла сейчас в Красном море и в New York Times, она отражает не только и не столько борьбу американской администрации с правительством Израиля, сколько ещё и борьбу между администрацией Байдена и Пентагона, который, видимо, даже не успевает переваривать радикальный подход новой администрации. Всё это происходит на фоне того, что в воскресенье ближайшее состоится первый визит высокопоставленного представителя администрации Байдена, министра обороны США Ллойда Остина в Израиль. И по сообщениям СМИ Остин встретится с премьер-министром, с министром обороны и с министром иностранных дел. И ожидается, что беседа будет посвящена, конечно же, ядерной программе Ирана и вот этой сделке, которая ведётся сейчас, начинается сейчас в Вене, переговоры между Америкой и Ираном, но также и о деятельности будет идти речь Тегерана во всём регионе и о том, что здесь происходит сейчас. И вопрос очень важный о том, как Израилю дальше сдерживать Иран, иранскую агрессию, в том числе продолжающаяся война между Ираном и Израилем в Красном море. То есть то, что мы сейчас узнали, это на самом деле только отголосок большой теневой войны, которая сейчас, может быть, достигла своего пика в том смысле, что все вдруг об этом услышали. Но это происходит на самом деле не в первый раз, и это происходит постоянно. Израиль и Иран ведут войну в Красном море, и Израиль в основном стремится уничтожать те корабли с нефтью, которые Иран направляет на продажу для того, чтобы потом эти деньги передавать Хизбалле и другим своим проксикам в же Хути. То есть, по сути дела, Израиль ведёт войну с Ираном и в своих интересах, в первую очередь, но также в интересах Саудовской Аравии и Огнённых Арабских Эмиратов. Саудовская Аравия, которая получает почти каждый день ракетные удары по своим городам и аэродромам от Хути, и она молчит, потому что она, в отличие от Израиля, боится отвечать Ирану. Она знает, что Иран сильнее. Израиль не боится, Израиль это делает. И вопрос тут вот какой. Почему Израиль атаковал именно сейчас, буквально накануне визита? То есть, было ли это как бы согласовано с Пентагоном за спиной администрации Байдена или без всякой связи с тем противоречиями, которые есть между Пентагоном и администрацией Байдена, Израиль просто ставит перед фактом американской власти, что, ребята, вы можете говорить всё, что угодно. Вы можете дружить сейчас с Ираном, обниматься и целоваться с ним в дёсны. Мы будем защищать свои интересы и вы можете, так сказать, всё угодно говорить. Мы вас будем предупреждать, всё, как договаривались, но мы будем проводить свои операции и Иран выдавливать из всех тех мест, откуда мы только можем это сделать. Может быть, визит Остина немножко прольёт свет, то есть по его реакциям, по тому, как он пройдёт, что будет дальше, мы поймём, каков расклад сил. То есть вот администрация Байдена, вот Пентагон и вот израильское правительство. У каждого свой интерес и как между собой они договариваются, мы об этом увидим. В любом случае, уже в этом же месяце, в апреле, после визита Остина из Израиля уже полетит специальная группа в Америку. Эту группу возглавит командующий армией обороны Израиля генерал-лейтенанта Вив Кахави и вместе с ним прилетит глава военной разведки Тамир Кейман и директор МОСАДа Йоси Коэн, тот самый знаменитый Йоси Коэн, которого многие прочат в преемнике Натаниал. То есть говорят, что вот этот директор МОСАДа, он по своим интеллектуальным способностям, по видению своему, он действительно может стать тем, кто станет достойной сменой Натаниал. Так вот, Натаниал посылает вот эту троицу, фактически, три главных израильских военных военачальника, которые попытаются наладить такой интимный диалог, и, возможно, диалог действительно будет идти не с администрацией Байдена, с которой говорит просто не о чем, а именно с Пентагона. Но будем следить за ситуацией и смотреть, как развиваются события. 847-400-5200, телефон нашей студии, если есть вопросы, у нас еще есть пару минут времени, пожалуйста, звоните, задавайте. Поскольку времени остается мало, что с городком, который должен был быть построен в честь Трампа? Да, вот как раз это может быть хороший момент, чтобы закончить нашу передачу на оптимистической ноте и опять же подвести итог и сказать, вот евреи из Америки собираются переселяться, мы скажем им куда. Дело в том, что пока в США администрация Байдена озабочена выхолощиванием буквально всего того, что связано с президентом Трампом, в Израиле наконец первая семья буквально несколько дней назад вселилась в новый городок на голландских высотах, который назван в честь Дональда Трампа, Роман Трамп, можно перевести как плато или высота Трампа. Это пока что совсем крошечный городок и там только налаженной инфраструктурой, построены первые такие временные домики. Но первая семья, она уже въехала туда и в ближайшие дни туда заселятся еще четыре семьи. Места там совершенно чудесные. Просто те, кто были на голландских высотах, знают, что я, как бы подтвердят мои слова, кто не были, вот пользуясь возможностью, сейчас я говорю, ребята, действительно, не ждите, что все рухнет вокруг, не ждите, пока все будет плохо, приезжайте в Израиль и селитесь в городе имени Трампа. Я думаю, что это в будущем станет действительно один из самых красивых и процветающих городов Израиля. И очень хорошо, то есть я, как израильтянин, очень рад, что в то время, как в Америке, в общем-то, наследие Трампа сейчас уничтожается и выхолачивается у нас в стране этого выдающегося президента США и великого друга Израиля, имя его увековечено. На самом деле, есть еще другие объекты, названные в честь Трампа, но мы о них говорим как ни в другой раз, а вот самое главное, пожалуй, самое красивое, это новый, замечательный город на голландских высотах. Ромат Трамп. Сергей. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну и может быть, еще короткий вопрос, совсем коротенький, может, и ответ был коротким, по поводу формирования правительства. Что мы, где мы? По поводу формирования правительства, на самом деле, пока мне сказать что-то нового нечего, потому что ситуация такая, Натаньял не хватает до устойчивого правительства двух голосов, то есть даже если Беннет перестанет выпендриваться и скажет, что он идет в правое правительство к Натаньялу, то все равно не хватает еще два голоса. Эти два голоса надо где-то Натаньял выманить, то есть либо переманить каких-то центристов, либо каких-то леваков, чтобы они пришли. Получится ли у него это? Пока совершенно не ясно. Если не получится, то скорее всего мы пойдем на пятый выбор. Есть еще опция, при которой Натаньял может как бы формально сделать правительство без этих двух голосов, опираясь на внешнюю поддержку арабской партии Мансура Аббаса, исламистской партии. Но это очень плохой вариант и пока что многие в правом лагере совершенно к нему не готовы. И очень справедливо говорят, ребята, мы не можем зависеть от исламистов. То есть если они захотят войти в наше устойчивое правительство и стать частью, хорошо, мы договоримся с ними. Они там скажут, что они больше не хотят уничтожить государство Израиль, и мы будем с ними сотрудничать прагматично так, как мы сотрудничаем, скажем, с Дубаем или с Бахрейом. Но если мы будем от них зависеть, то ситуация совершенно иная. И этого мы, конечно, допустить не можем. Поэтому Натаньялу сейчас кровь из носа нужно еще где-то двух представителей каких-то сионистских партий где-то достать, чтобы иметь 61 голос в Кнессете. Ну и тогда можно будет уже украсить это и арабской партией. Понятно. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok